Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс и мы на аккаунте Бухозавра и все-таки я решил сделать два ролика, чтобы не делать один очень длинный. Два ролика по выживанию и мы все-таки вытащим максимально выгоду с этой локации. Как только, ребят, я вышел на глобальную локацию, я увидел вот такое вот событие и я отправляюсь туда немедленно, потому что, ребят, я тут фармил, как говорится, в зеленой локации. И эта трасса очень-таки важна в самом начале игры для нас, также имеет большущую халяву для нас. С помощью, конечно, просмотра рекламы я отправляюсь на эту территорию, сейчас мы посмотрим, что нам здесь дадут. Я скажу вам, что это тоже халявная, очень крутая территория, на которой, ребят, мы сможем просто-таки добывать крутые ресурсы. Шмот, в принципе, прикольные всяческие ингредиенты для выживания. И вот, ребят, мы пришли сюда и забираем свой новогодний подарок, который, конечно, изумительный подарок появился у нас в инвентаре. Открываем, ребят, это изумительный подарок, ваша награда, просто мега круто, я получил в СС целый сет и 20 запеченных индиек. Просто бункер альфа, настало твое время, ты просто берегись меня, я приду, скоро я приду, ребят. Также можно проехать гонки, не знаю, может быть, мы начнем в следующем видео именно с гонок, мы у Шона можем взять гонки, выиграть три гонки, получить крутой бонус. Вот здесь тоже, в принципе, это все очень-таки нам нужно и все-таки я готов сейчас, получил я все-таки бонус у нашего ральфа. То есть, эти бонусы не заканчиваются просто на тех бонусах, которые мы видели, то есть, которые появились у меня в почте, естественно. Здесь можно также заработать увеличенные добычи ресурсов, свитер, который очень-таки по прочности напоминает нам военный сет, вот этот вот бронежилет. Поэтому, ребят, можно таки пользоваться и ракетница, очень-очень-очень хорошее оружие для того, чтобы все-таки осуществить мой план, пойти в бункер альфа. Сейчас я быстро проеду гонки, получу еще одну халяву с этой локации. Мы нажимаем ехать, попробуем, ребят, записать одну гоночку, а следующие две, ну если, конечно, мы выиграем, уже упустим с этого видео. Итак, стартанул я неплохо, вырвался сразу в лидеры, но почему-то эти противники наносят моему снегоходу урон. Хотя я впереди и логически я должен, наоборот, их демажить. Сейчас здесь должен где-то выйти вот снежный окоченевший зомби, ребят. Очень плохое такое препятствие и постоянно он мне мешает и кидается мне под лыжи, под лыжи моего снегохода. Ребят, если вы тщательно изучите трассу, то выиграть вам не составит большого труда и надеюсь, что вы уже давно выигрываете и получаете крутые бонусы. Можно уделить 5 минут игре и выиграть, например, 3 гонки, если вы точно уверены, что вы выйдете. Вот ты капец, но вы видите, ну как бы я ни ехал, все равно эта собака сутулая прыгнет мне под лыжи. Прям бомбить начинает после таких вот гонок. Второй круг и пока что лидерство на моей стороне. Я думаю, что должен, должен потянуть я это все дело. Ну то есть вытянуть победу с кармана. Нужно запомнить, что первое препятствие с этой стороны объехать с этой и второе препятствие совсем с другой. В следующем держаться подальше от зомби, который вот здесь появляется. Вот я такой радиус сделал, что боялся зомби, что даже в ближайшие кучи гуры снега въехал. Итак, ну что, ребят, мы победили? Да, мы даже не видим, где там противник. И мы победили первую гонку. Следующие две, наверное, я упущу. То есть уже сразу мы отправимся к вознаграждению. Что поздравляет личная гонка. Ну, конечно, кто-то ездил первый. Есть. Ребят, дело в шляпе. И теперь Шон, в принципе, дал нам три очка. Я думаю, что пора залутать крутейший таки лут. Сейчас мы посмотрим, что мы получим. Итак, это кексик. Можно таки сказать, что это хил. Неплохая красная курточка. В принципе, клей. Ну, то, что, конечно, нам не особо сейчас нужно. Но я думаю, что, возможно, это все понадобится нам и немножечко попозже. Хотя курточка неплохо будет защищать наше тело от урона зомбятины. И также пригодится к нам для того, чтобы выполнить мою... Так, сразистом для тех, кому мало подарков от санта. Ох, неплохо. Так, а мы сейчас посмотрим, что здесь экипировка, питомцы, почта. Вот оно что. Открыть и посмотреть, что у нас за задание. Сосновый борд. Создать плавильню. Получить любой навык. Любой навык мы сейчас получили. Вот оно что. Ребят, вождение, 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 ва... Ну, не вождение, ну и ладно. Еще два навыка, но нам пока что это не надо. Мы не спешим получать навыки. Правильно. Что мы смотрим подальше? Создать плавильню и добраться до соснового бора. Теперь, я думаю, пора отправиться домой. И посмотреть, что нас ждет именно дома. Нам нужно выкинуть кучу барахлишка. Так, у нас есть самолет, который будет длиться еще 9 минут. И, пожалуй, именно туда я сейчас и отправлюсь. Реклама. С помощью рекламы мы доберемся домой. Выложим все, что у нас есть. Выложим все, что у нас есть. И, конечно же, быстро на самолет. Самолет это халява, которая появляется один или два раза в самом начале. Там мы находим глок и немного брони. Причем, по-моему, даже пару сетиков. Это все нам обязательно понадобится. Так, зомби пускай еще здесь будет. Посмотрим, что зомби сделали с моей базой. Блин, вынесли одну дверь. Ну, хоть одну стену-то оставили. Я думаю, что пора выложить еще немножечко оружие. Блин, да мне просто не хватает теперь всего, чтобы отстраиваться. Мне нужно скрафтить еще один ящик. Просто мегалодонский. Много всего у меня получается в инвентаре. Не понял. Крафтись. И даже щенок появился, ребята. Щеночечек. Так, ну, в принципе, оружие. Да, в принципе, давайте все сюда выложим. Выложим все. Нам нужно выложить просто мегалодон. Все. Сюда оставить только еды, чуть-чуть воды. Даже, даже бронь оставляем здесь. Потому что там мы найдем себе все, что нам нужно. То есть еще один... Вот ты, блин, мне так показалось, что, блин, мне хватит на все. Растительное волокно. В прошлый раз единицу я удалил. А вот теперь оно именно мне и нужно. Как ни странно-то. Блин, этот зомби совсем сейчас не в тему. Так, еще один ящик. Это просто капец. Смотрите, как быстро и интенсивно развивается аккаунт. Просто много уже всего у меня добилось. И много чего еще и на почте лежит. Быстро, быстро, ребята, отправляемся на лутание нашего самолета. После этого попробуем выполнить несколько заданий. Хотя можно было бы плавильню сейчас сделать известняк и руда. Каменной руды, пожалуй, у меня нет. Очень плохо. На почте нету? А нету. Поэтому самолет и, в принципе, неплохо должно у нас все сладиться. Так, где наш самолет? Надеюсь, мне энергии хватит, чтобы добраться туда с помощью рекламы. Короче, все-таки стало нам доступно передвижение к разбившемуся самолету с помощью рекламы. Но, по-моему, продолжения видео не будет в связи с тем, что это последняя была реклама. И энергии нам просто не хватит больше ни на что. Поэтому давайте залутаем, попробуем сейчас все, что здесь есть. То есть, нужно пользоваться всем, что предоставляет игра. Полностью всем. Вот, аптечка и бита. Неплохое начало. Биту сразу положим сюда, для того, чтобы шапочку оденем сходу же, ребят. То есть, нам сейчас нужна, мы помним, что руда нам нужна. Также мы сейчас сможем, по-моему, уже... Ой, хороший. Бункер альфа. Если бы выпало, я бы был доволен, как младенец. И, по-моему, мы смогли бы уже в следующем видео открыть сразу же. Так, здесь, по-моему, туфля. Чей туфля? Мой. Посмотрим. Можно будет даже брать, например, болты. Болты, почему не брать? Болты наши лучшие кенты. Если что, то будем, конечно, заменять. Ну, то есть, веревки мы можем найти везде. А вот болты, по-моему, нужны будут нам в крафте каких-либо всяческих чертежей. А вот, например, такое, как веревки и куски ткани, мы сможем в любое время выйти на фармить. Да и зомби набил, набил, и у нас уже все есть. Продолжение лутания. Короче, конечно, да, экшена в этих видео нет. Мы развиваемся с самого начала. Но самое главное, что у нас продолжается развитие. И наш аккаунт набирает очень-таки крутые обороты. Я думаю, что очень быстро мы почувствуем себя довольно-таки сильным. Огнестрелы. Посмотрим, ну, нам нужно будет пройти бункер Альфа. Очень в экономном режиме. Телефон понадобится для того, чтобы обменяться с торговцем. Если, конечно, такое начнет появляться, с какого уровня, я даже и не знаю. Короче, забираем пока что все. Как только нам будет уже некуда все слаживать, Это, конечно, мы будем уже заменять на что-то более крутое. Как мы это будем так? Вот. Настало то время, когда можно уже состыковать несколько вещей. То есть бинты однозначно нам в начале игры. Это самое-самое топовое, что только может придумать игра. Вода и, конечно же, торс. Это шапка. Ну, вяленое мясо можем скушать, конечно же. И отправиться дальше лтать. Нас интересует глок. Где же ты, глок? Нам глоки нужны, потому что яростные гиганты расслабляться нам не дадут. Так, еще одно мясо и уже именно то, о чем я говорил. Вот так вот все будет сделано и продолжаем лутаться. Приоделся неплохо. Имею неплохую защиту. Монтировочка. Монтировочка. Монтировочка монтируй. Ну что, я думаю, что в данный момент можно было бы, например, металлом выложить. Ну, эта шляпа, ну, я не знаю, очень мало выдержит ударов зомби. Хоть и неплохую защиту имеет, но мне кажется, ну, пока толку от нее мало. Золото. Тоже часто торговец нам предлагает золотые слитки. Поэтому в начале игры пускай парочка штук будет. Бобы также мы можем немножечко постыковать, состыковать. Это все нам поможет выживать. Балтишка, зайка серенький. Итак, вот, по-моему, где-то здесь Глок должен пойти. Именно за ними я сюда и пришел. Пока еще не знаю, вместо чего я возьму Глок. Но, тем не менее, уже знаю, что он здесь должен быть непременно. Так, лутаем очередной ящичек. Вот он, ребят. Вот о чем я говорил. Вот так, есть ботинки. И, в принципе, наверное, вода. Пока что мне металлолом не нужен. Вначале руда. Хотя металлолом нужен будет, ребят. Очень-таки для крафта некоторых вещей. Так, воду можно выпить. Чтобы жажда нас, как говорится, не мучила больше. Так, так, так. Еще очередной ящичек. Телефоны. Это все, как бы, ребят, для торговца. Сохраняем все для торговца. Халява должна быть халявной. Так. Отлично. Теперь состыкуем наши бобы. И, естественно, ребят, на этом я буду заканчивать видос. Потому что, ну, просто-напросто. У меня закончилась энергия. И больше ничего я сделать не могу. Всем, ребят, большующее спасибо за то, что вы смотрели. И не забывайте ставить лайки. Ведь от количества набранных лайков будет зависеть, выйдет ли следующее видео о начинающем аккаунте Last Day of North Survival. И в будущем, конечно же, мы будем идти в бункер Альфа. Для того, чтобы максимально экономно пройти все, что там есть. Также не забывайте оформлять подписочку на канал. Ну, колокольчик это такая вещь, которая позволит вам не пропускать выходы новых роликов на канале. Поэтому тоже не забывайте нажимать на колокольчик. Всем, ребят, удачи. Пишите комментарии. Постараюсь каждому ответить. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok